Добрый день! Я хотел бы начать свой разговор с того, что я представлюсь. Я руководитель Национального союза производителей говядины, Костюк Роман. Но моя команда примерно 10 лет. Мы проводили собственные испытания, мы покупали животных. Вместе с Институтом Коваленко заражали этих животных вирусом лейкоза. Мы с опытными группами диагностировали всеми методами, которые существовали в тот момент. Это и ПЦР, это и ФА, и серология, и реакция иммунодиффузии. То есть мы проводили практически буквальные контрольные испытания, какие методы, как работают в условиях, собственно, испытаний конкретных для самих себя. Мы довольно много занимались вопросами оздоровления хозяйства разных регионов. Для ряда регионов мы писали методички программы оздоровления от вируса лейкоза. И в этом смысле у нас есть достаточно широкий опыт, и в том числе некая точка зрения по поводу того, что же делать с вирусом лейкоза, как преодолеть эту ситуацию. И она иногда отличается от тех программ, которые применяют регионы. Это не конфликт, это как бы просто выбор пути. Но главное, с чего я хотел бы начать, не только вирус лейкоза, но он здесь в данном случае главный герой, это с того, как организована работа ветеринарных врачей по отбору необходимого материала для исследований на комплексах, в том числе современных. Я хочу показать вам условно современный беспривязный комплекс, построенный крупной компанией. И нам удалось снять, когда мы были консультантами по борьбе разными заболеваниями воспроизводства на этом комплексе, как специалисты берут у животных кровь. Ролик небольшой, но интересный. Давайте посмотрим, как организована работа для того, чтобы с инфекционными болезнями ветеринарным врачам было удобно работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И профессиональная работа с животными любого ветврача начинается с того, что он сначала для него организует корректное рабочее место работы с животными без стресса и без истерики. Поэтому борьба с вирусом лейкоза, вообще вопросы борьбы с любыми заболеваниями начинаются с жестких технологических требований к организации рабочего места ветврача в отборе крови от животного, чтобы это не было стрессом ни для животного, ни для врача. Соответственно, первое, с чего мы начинаем с вами в разговоре про вирус лейкоза, это про организацию рабочего места. Второе, что я хотел бы сказать, можно запускать презентацию, которая широкая. По большому счету, это вопрос преаналитики. Хочу, чтобы те, кто знал еще раз, те, кто подзабыл напомнить, на сегодняшний день 60% ошибок лабораторий по исследованиям происходит от некорректности отбора, транспортировки и хранения материала до происхождения лабораторного анализа. То есть, неверная работа с материалом убивает шансы получить результаты, на которые рассчитывает врач. И в этом смысле, когда мы говорим о том, что происходит работа с, в первую очередь, реакцией иммунодиффузии, необходимо жестоко читать инструкцию по ее ограничениям. Все вопросы, связанные с вопросами срока периода стельности и отела, привносят 100% искажение результатов при отобранном материале. Соответственно, массовое взятие материала без оглядки на статус животного означает, что от 20 до 40% результатов будут заведомо некорректными, заведомо ложными, потому что, в принципе, был наружен главный принцип. Животное в этот период физиологического состояния не может дать на реакцию иммунодиффузии корректный ответ. Поэтому, первая – организация от рабочего места. Второе – это, безусловно, правильное понимание инструкции отбора, транспортировки и хранения материалов при аналитике в вопросах лабораторной диагностики. Это критически важный элемент некорректности проведенных мероприятий. Заметьте, мы с вами про вирус лейкоза еще даже не говорим, но уже на сегодняшний момент то, что я показал на видео, то, что я вам сейчас сказал по поводу при аналитике, это до 70% ошибок, которые искажают всю работу и вы теряете время и прочее. Но есть еще и третий момент, который тоже не касается вируса, но который убивает всю работу. Это то, что все называют для галочки план оздоровления хозяйства от вируса лейкоза. Наверняка в каждом хозяйстве есть листочек, иногда их даже два, которые называются сверху план оздоровления от вируса лейкоза. Почему? Потому что ведслужба требует, чтобы лежал листочек с подписью директора, на котором сверху написано план оздоровления от лейкоза. А в нем написано «Оздоровиться от лейкоза». Наш план. Все, вот наш план – оздоровиться от лейкоза. В этом случае, при такой бумаге, это бессмысленное мероприятие по определению. Соответственно, на сегодняшний день план оздоровления от вируса лейкоза подразумевает программу действий со стороны всех специалистов хозяйства. Мы говорим «всех», потому что речь идет о том, что сначала, прежде чем оздоравливаться от вируса лейкоза, необходимо понять, каким образом вы собираетесь вообще работать в стадии. Существует условно три группы хозяйств, которыми необходимо бороться с вирусом лейкоза по разным подходам. Это поражение вирусом лейкоза 10-15%, это поражение вирусом лейкоза 30-35% и выше 35%. Во всех трех случаях борьба с вирусом лейкоза должна быть построена абсолютно по разным принципам. Поскольку у нас с вами инкубационный период и, собственно, не диагностируемая стадия реакции иммунной диффузии от 3 до 6 месяцев, то наличие 35% пораженности стада, по нашему подозрению, это 50-60% скота, уже находящихся в стадии инфицирования. Вы просто их еще не можете поймать с помощью этой методики. Поэтому в данном случае программы оздоровления от вируса лейкоза подразумевают тотальный аудит под контролем специалистов лаборатории не самостоятельно, для того, чтобы исключить проблемы при аналитике. После получения реальной картинки вы разрабатываете методы, при которых оздоровление от вируса лейкоза означает немедленный набор действий после получения результата лабораторных исследований. То есть, грубо говоря, вы заранее понимаете, как вы будете передвигать животных положительных по сирологии. Понятно, у нас с вами 2 недели на то, чтобы сдать это животное. До сих пор прокуратура контролирует этот процесс, потому что сирологические исследования для нас особо опасны в вирусе лейкоза. В случае появления реакции иммунной диффузии у нас с вами есть задача, как инфицированных животных разделить с теми, кто пока еще не показал никакие значения. Причем здесь на самом деле возникает одна такая какая-то тотальная ошибка. Дело в том, что все говорят, надо иметь одно здание и другое здание. Ну, если они есть, здорово, а если нет, если всего одно здание, и у вас есть какая-то инфицированность. Наша компания в течение нескольких лет решала такие задачи, потому что, к счастью, специалисты по вирусу лейкоза, после меня будут выступать, соответственно, представители лаборатории вашей, которые это еще раз скажут, вирус лейкоза плевком не переносится просто так. И поэтому буквально в системе привязного содержания, это еще проще, чем без привязного, два свободных скотоместа, которые вы отделяете животных инфицированных от неинфицированных и не даете животным контактировать между собой, разделяя весь инструментарий, ведра, лопаты, ни в коем случае шприцы, то есть просто разделив весь инструментарий и процесс движения навоза, при которых у вас навоз движется от здоровых животных к зараженному, позволяет вам в одном коровнике держать животных и инфицированных, и неинфицированных, постепенно очищая свой коровник. Но для этого вы должны делать именно ту работу, которую вы заложили в программе. Вовремя провели исследование, в течение суток отреагировали на разделение животных и корректно, жестко контролируете людей по выполнению мероприятий, которые в этой программе написаны, указывая им, что надо делать. Тогда путь этот есть. Зачем это делать? Сегодня многие регионы, для того, чтобы ускорить и упростить себе жизнь, не скажу про ветврачей и владельцев хозяйств, я говорю скорее про руководство времена министерств и так далее, говорят, давайте лучше менять. Вот всех зарезали и все, и душа свободна, все хорошее. Но финансовые моменты, замена скота, поиска корректного скота, потери высокопродуктивных животных, которые наиболее чаще поддаются, соответственно, вирусы лейкозы, безусловно, мешают этому процессу. Поэтому Гранд Айказыч Симоньян, это первый лейкозолог Российской Федерации, который в 80-х годах в Европе представлял Россию, когда вообще вирус лейкозы только появился, и от нас был направлен специалист, который должен был разобраться, что это делать, синхронизировать наши совместные действия. Так вот, Гранд Айказыч всегда говорил, вот нельзя убивать лейкозных животных, если они находятся в стадии стрельности и способны принести вам теленка. Поскольку трехстендная плацента у коровы не допускает обмена кровотока и не заражается теленок внутри коровы. Заражение теленка происходит только при 1 на 10 случаев. Он, правда, меня ругал, говорил 1 на 20. Я говорю, пускай будет 10%. 1 на 10 случаев заражения теленка при прохождении родовых путей при каких-то проблемах. И, безусловно, заражение, это уже почти 70% вероятности при выпайке молозивом зараженного животного своего теленка. То есть, по факту, если вы способны корректно контролировать процесс отела лейкозных коров, то, безусловно, 9 из 10, 8 из 10 телят, рождившихся от таких животных, будут абсолютно стерильными, чистыми, выведенными из-под риска заражения от молозива своей матери и, безусловно, выпайные чистым молозивом из морозильника, выполосит чистый скот. Мы имели практический опыт, когда мы в течение трех лет, а здоравливая хозяйство, вытесняя дочерьми своих матерей. То есть, мы просто с лейкозного хозяйства снимали молодняк, и когда мы доводили где-то до 5-7% уже поголовье, тогда мы эту группу, безусловно, сдавали на мясокомбинат, получив теленка, и быстро покупали группу. То есть, надо довести до приемлемого количества, и тогда замена. Теперь мы перейдем уже к презентации. Я вам пояснил, что борьба с вирусом лейкоза – это, в первую очередь, работа людей, правильно организованный смысловой процесс. Лабораторные исследования не являются борьбой с вирусом лейкозом, они являются инструментом. То есть, лопата сама по себе не копает, и она яму… То есть, самую лучшую лопату купите, воткните в землю, ямы не будет. Нужен человек, умеющий ее применить. Поэтому в данном случае борьба с вирусом лейкоза – это организация процесса. Соответственно, я очень коротко. Животные не выздоравливают, хроническое заболевание. Безусловно, очень много проблем от вируса. И главная проблема от вируса лейкоза в молочном животноводстве – собственно, не сам вирус лейкоза. В Америке вообще это не считается серьезным заболеванием, поскольку по статистике американских животноводов не более 5-7% животных, инфицированных вирусом лейкоза, доходят до конечной стадии, когда они уже рассыпаются с разрушением лимфоузлов. То есть на самом деле это крайне длительный процесс, и животное успевает умереть естественной смертью до момента полного разрушения. Однако вирус лейкоза в Америке тоже не является положительным признаком. Почему? Потому что вирус лейкоза сродни иммунодефициту человека. Все заболевания, которые в другом случае животное перенесло бы достаточно свободно, на фоне вируса лейкоза развиваются просто мгновенно и молниеносно. То есть ваше животное будет гибнуть уже и страдать от любой болячки на фоне присутствия вируса. Поэтому вирус страшен именно тем, что он серьезно уничтожает иммунную систему защиты вашего животного. Безусловно, вирус лейкоза передается только при контактном пути. Причем после меня будет выступать, повторяю, коллега, который будет использовать труды господина Гулюкина, руководителя ВИЕВА. Так вот он великолепно описал, что у нас с вами вирус лейкоза живет только в клетках крови. То есть по сути должен быть материал биологический, в котором есть вирус в живом состоянии, который попадает внутрь кровеносной системы животного. То есть это биологические жидности и раны у животного в том или ином состоянии. Когда мы приобрели группу животных, сделали 4 группы, контрольную 3, и вместе с ВИЕВА заражали их от вируса лейкоза, у нас было 16 животных под заражение. Мы их заражали, что называется, мензуркой, стаканом и литром вируса, чтобы увидеть, как же эти бычки начнут быстро заболевать. Из 16 за 3 месяца заболело 3. Мы их слишком хорошо кормили. Здоровое животное пренебрегает вирусом лейкоза. Его очень трудно заразить. Очень. Вирус лейкоза – это плохое кормление. Это неверное содержание. Это ослабленное животное. И именно поэтому животные с высоким уровнем надоев в момент некорректного сопровождения зоотехнии по кормлению могут зацепить на себя вирус лейкоза. Это не абсолютная болезнь, которая только попала на ферму, все сразу заболели. Совершенно не так. Здоровые животные сопротивляются. Соответственно, наша задача – проводить обработку, имея у себя. Так вот, практически вирус лейкоза не стойкий ни в каких состояниях. Его можно легко обработать любыми даже устаревшими препаратами. Он быстро гибнет, и поэтому надо не бояться применять нормальные простые препараты и обрабатывать те территории, на которых у вас содержатся эти животные. И, безусловно, мы говорим о том, что самый главный вирус лейкоза – это контакты самих животных между собой и их биологических жительностей, в том числе навоз, в движении внутри коровника, если это привязь. Поэтому наша с вами задача – план борьбы с вирусом лейкоза разделить так, чтобы ограничить контакты, прямые контакты животных, что позволяет нам дальше строить уже работу, связанную с нашими задачами. Поэтому, еще раз, все мероприятия, связанные с возможностью нарушить кожный покров животного, сделать ему ранение или перенести вирус в момент работы – это, безусловно, все мероприятия должны быть разделены по инструментарию. И критически важно, мы сейчас будем говорить про систему отбора крови для вируса лейкоза, тоже есть свои нюансы. Поэтому, подчеркиваю, все мероприятия вируса лейкоза имеют свое значение и требуют тщательной проработки. Поскольку у нас с вами 4 стадии, то первые 2 стадии – это самая головная боль у всех молочников. Мы не можем с вами знать, какие животные на самом деле уже инфицированы и еще не проявили себя. Отсюда постоянный конфликт. А вот я вчера ее мерил, она такая, завтра такая. Вот необходимо очень тщательно в этом смысле себе поставить одну задачу. Методы должны быть в комбинации диагностики. Ни один метод на планете, Земля, ни для людей, ни для животных не гарантирует 100% результата. Таких методов нет. Всегда есть исключения. Лучшие показатели 95, 97, 98 кто-то заявляет процентов, но никогда не 100. Так вот мы говорим о том, что для того, чтобы серьезно подойти к оздоровлению хозяйства от вируса лейкоза, необходимо контролировать его в момент 10 дней от момента рождения. То есть фактически можно делать это и в первый день от рождения, но еремная вена у теленка еще настолько слабая, что жалко подвергать его этой экзекуции, поэтому примерно 10 дней, 2 недели – это уже когда можно хорошей иглой взять кровь и получить для себя исследование. И в этом смысле и получается, что мы с вами должны, как уже было сказано, получить в инкубационном периоде диагностику с помощью полимеразной цепной реакции, которая позволяет нам выявить животное и разделить телят до 6 месяцев возраста, когда мы с вами заходим уже с инструкцией по работе с животными контроля. Уже когда возникает вторая стадия, у нас с вами появляется в помощь вместо ПЦР и можем использовать иммуноферментный анализ. Они, безусловно, оба интересные методы и оба спорят друг с другом, но мне, как человеку, который очень много был связан с полимеразной цепной реакцией по разным своим проектам, она нравится больше, потому что ПЦР – это прямой метод обнаружения фрагмента ДНК, в то время как иммуноферментный анализ – это оценка реакции организма на то, что этот вирус был или не был внутри животного. Поэтому прямое обнаружение, безусловно, интереснее оценка следовых остатков вируса то ли был, то ли не был. Поэтому ИФА в какой-то мере вызывает вопросы, там нужно еще более тщательно. Хотя и с ПЦРом не все так просто. Тест-систем на диагностику вируса лейкоза я знаю 7, и я вас уверяю, локус выбранный для того, чтобы паспортизировать этот фрагмент и степень выявляемости вируса лейкоза у этих систем не одинаков. То есть на самом деле, когда вам говорят метод ПЦР, ну на самом деле вам не говорят о чувствительности, вам не говорят о специфичности, вам не говорят, потому что это сегодня, к сожалению, ну так и не субъективные вещи. Они не оттипированы, они не стандартизированы, поэтому в этом есть вопросы. Вопросы. Соответственно, дальше у нас с вами есть третья стадия. Это уже совершенно гематология, которая понятна, что если мы получаем с вами подтверждение наличия у нас зараженных животных, мы обязаны переходить к постоянной регуляции и контролю животных, перешедших уже в опухолевую стадию, для того, чтобы их убирать согласно нашим правилам. Тут уж что говорить. И фактически последняя стадия, которая, ну, редко у нас, к счастью, редко до нее доходит, в молочном животоводстве наши животные, мягко говоря, с нашей помощью быстро двигаются на бойню, чтобы не видеть страшный конец в развале своих лимфоузлов. Мы им помогаем спастись от еще более страшной смерти. А в мясном скотоводстве это риск, поскольку наши с вами животные должны в мясном скотоводстве жить 12 лет в среднем. В лучшие 14, напомню, что у крупного рогатого скота естественный срок жизни у особи 19 лет. И продуктивный 12-13 лет. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о мясном скотоводстве, чем меньше мы с вами обраковываем животное, тем больше оно приносит доход, оно должно жить долго и счастливо. И вот здесь вирус лейкоза начинает быть для нас риском в случае, если у нас есть эта вещь. И подытоживаем то, что я вам все время говорил. Безусловно, лейкоз останавливается только на комплексно поставленной программе. То есть просто взять и для себя там что-то решить. Нет, это программа, которая должна быть корректным образом подготовлена. Теперь еще раз пройдемся для закрепления по методикам, которые мы с вами используем. Это реакция иммунодиффузии. Самый дешевый, самый распространенный, надежный как автомат калашниковый метод, имеющий два неприятных ограничения. Очень неприятных. Первое, о котором я уже сказал. Мы говорим о том, что он до 3-6 месяцев с момента инфицирования не может поймать соответствующую реакцию, поскольку это не прямой метод, а уже ловящий следы вируса. Второе, это крайне жесткие требования к вопросу физиологического статуса животного, от которого мы отбираем материал. Если мы некорректно отбираем материал, мы получаем заведомо ложный результат, описанный в инструкции к отбору проб для проведения реакции иммунодиффузии. Поэтому тотальный отбор материала в удобное для ветврача время без обращения внимания на состояние животных, у которых это берется, приводит к катастрофически неверным процентам вообще в одну или в другую сторону. Поэтому методику требуется применять с умом, под контролем и очень четко при отборе крови фиксировать состояние животного, чтобы дальше не было конфликтов. Именно в каком состоянии, насколько она соответствует инструкции. Безусловно, второй метод – это фимуноферментный анализ, который очень распространен, он недорог, он вполне интересен. И этот метод очень сильно прорывает вопросы ускоренной диагностики. Но опять-таки он не прямой метод, опять-таки у него есть свои вопросы, хотя его чувствительность позволяет его использовать более активно и быстрее вылавливать тех животных, которые есть. Поэтому комбинация реакции иммунной диффузии и иммуноферментного анализа, безусловно, ускоряют и улучшают процесс. Это если нет ПЦР, которому вы доверяете, или ПЦР слишком дорог. Почему-то. Хотя ПЦР дорогим быть не должен и не может. Это скорее не стоимость ПЦРа, сколько некие сложности организации обслуживания лаборатории и малый поток заказов, который вынуждает поднимать ценник. То есть здесь я хочу сразу сказать, методика ПЦР – это многогранный мир, который на самом деле непрост. И гематологический метод. Опять-таки гематологию у нас с вами можно посчитать формулу, а можно получить лабораторные исследования. Тоже гематологию по-разному можно получить, и тоже будет разница в результатах. Поэтому, когда вы получаете гематологические исследования, можно поинтересоваться, с помощью чего вы получили этот результат. Подсчет формулы или, собственно, прямое обнаружение. Тут тоже свои вопросы. Безусловно, последний метод, о котором сегодня мы много говорим, и о котором я хотел бы, собственно, заострять внимание, поскольку он интересен не только и не столько с точки зрения вопроса диагностики лейкоза КРС, как вообще инструмент работы с КРС по скорости, по качеству, по широте применения. Это метод полимерно-цепной реакции. На сегодняшний день я вам хочу сказать, что метод был Нобелевская премия в 1986 году за этот метод. Этот метод получил бурное развитие в мире. Мы, как оказалось, успели развить свои системы, методики в России, обогнав в чем-то зарубежные страны. Вот это там, где нам стоит гордиться. Хочу сказать, что целый ряд оборудований и тест-систем, которые сегодня производятся в России, имеют в чем-то, скажем, абсолютно устойчивое положение на европейском рынке, в Арабских Эмиратах и далее. То есть это покупают у нас вследствие высокого качества и низкой цены. По ряду позиций китайцы не могут перебить нас ни в цене, ни в качестве. То есть мы оказались одни из самых серьезных стран, способных построить полимерно-цепную реакцию, как такую индустрию небольшую. И поэтому сегодня ПЦР – это метод, который мы, если не лидируем, то находимся в числе стран, которые могут себе позволить учить кого-то по этому поводу. Вопрос выбора именно понимания целей. Целей, которые мы хотим, потому что ПЦРы есть разных поколений. ПЦРы есть автоматизированные, ПЦРы есть ручные. В данном случае это уже для специалистов, но поскольку мы говорим с ветеринарами, я бы хотел, чтобы вы понимали, что ПЦР, ПЦРу в некоторой степени рознь, и можно внутри ПЦР-лаборатории оборудования систем найти интересные решения. Поскольку, скажем, у наших партнеров, которых мы в нашем союзе используем для вопросов эпизотического мониторинга, это так называемый экспертный центр эпизотического мониторинга и генетики ВПК. Они базируются в Москве, они являются ответвлением крупнейшей компании России по 25 лет, она на рынке, по производству тест-системы оборудования, по молекулярной диагностике они занимаются генетикой человека, и вот они сделали такой церкви для нас. И в этом смысле у них три тест-системы на лейкоз седьмого поколения. То есть они уже семь поколений тест-систем убрали, уже дошли до седьмого поколения, как они мне говорят, поскольку есть что искать. Это рынковые, это ДНКовые системы, это система определения. То есть когда ученому ставят задачу, у него есть ресурсы, он способен решать эту задачу очень глубоко. Поэтому не то, что есть тест-системы на ПЦР, на лейкоз. Знаете, есть библиотека-системы на разные формы лейкоза, с помощью нее можно получить разные ответы. Теперь, как я и говорил, критическая ситуация – это отбор крови. Критическая ситуация. Мы в начале 2000-х годов смогли на ряде конференций убедить 14 регионов России о переходе на закрытые системы отбора проб крови из хвостовой вены. Мы всегда популяризировали систему «Мановед» компании «Зарштетт». Это медицинские системы отбора крови. Медицинские. Когда немцы нам прислали ветеринарный, мы сказали, нет, эту ерунду используйте у себя в Германии, мы будем брать ваши медицинские. И в этом смысле к ним на конкурентную площадку вышли китайские вакутейнеры. Да, все слышали эти слова, да? Вакутейнер и Зарштетт. В чем разница, соответственно, «Мановеда» и вакутейнера? Никто мне не скажет? В зале есть те, кто понимает? Допуск для ветеринаров и для средств. Отлично, вы подтвердили, никто не знает. Спасибо. Значит, вакутейнер состоит из трех компонентных частей и опирается на заранее сделанный вакуум в пробирке, закнутый глубокой пробкой. То есть вам продают вакуум с забитой пробкой, и у него срок годности год. И вот его сделали в Китае, повезли по заводам, где-то лежит он на складе, потом вам судорожно его продают, вы везете в хозяйство, кладете, что у вас теперь это есть. И где-то там на уровне осталось 3-4 месяца до завершения срока годности у вас лежат вакуумные пробирки. Дальше, соответственно, что у нас есть? У нас с вами есть холдер, это переходник, который навинчивается на пробирку, и куда ввинчивается третий элемент игла. Вот вы все это собрали, и у вас один шанс. Или вы чуть-чуть не так что-то сделали, и вакуум так, и все, и кровь не пошла. И давайте свинчивать, доставать следующий. Или там уже вакуума нет, и вы все правильно сделали, и нам все равно свинчивай, выбрасывай, и доставай новый вакуум. Вот нормальная, удобная система. Стоит она так же, как мановед, но ее очень полюбили российские ветврачи. Потому что холдер-то многократно можно использовать. Это же дураки пишут инструкцию один раз. Он стоит, собака, 7 рублей. Какая разница, взял и навинтил, взял и навинтил. И денег хозяйству экономлю, и удобно работать. Ну и любимый холдер, все время кручу. Каждая пятая проба с таким холдером заражена исходным материалом, который брали первый раз. И у нас тотальный лейкоз в Российской Федерации. То есть использование заведомо одноразовых систем в попытках экономии, типа, ну я же не вижу в нем крови, и вирус-то мне рукой не машет, значит, наверняка чистый, приводит к тому, что вот это вот простой, с хитрецой такой крестьянский подход, а вот мы-то тут вам устроим, бьет по людям очень жестоко. Поэтому вакутейнеры – это одноразовые системы целиком. На вентиле и холдер выбрасывайте. Но дальше возникает еще более интересная вещь. Для лаборатории особенно любимая. Вы привозите им вакутейнеры. Что делает лаборант на свою не очень большую зарплату, работая с кровью, взятой в пробирке, забитой пробкой? Он ее срывает. Что происходит? Аэрозольный эффект. И вот все, что в этой корове в крови живет, лаборант так, а он вот так раз ему, и он чудесным образом живет в помещении, которое опылено аэрозольным эффектом той крови, той коровы, которую взяли. Лейкоз, еще что-то, рентрохиид, кламидиоз, который нечасто. В этом смысле вакутейнеры всегда дарят лаборантам очень хорошую степень распространения этого дела. Поэтому для меня вакутейнер в нашем деле, честно говоря, не очень интересная система. Почему мы и взяли мановед? У мановеда всего два компонента. Шприц и игла. В чем фишка? Он одновременно является шприцевым методом для теленка. То есть вы берете именно изъяремные вены, подбирая его и беря аккуратненько пробу, не боясь ничего. То есть вы поймали положение вены, взяли кровь, все. Зафиксировали, обломали у него поршень и дальше понесли. Но если вам нужен вакуум, вы жестко быстро оттягиваете поршень, фиксируете, ломаете, у вас вакуум, который вы создали секунду назад. И у вас вакуумная пробирка. Сразу. В чем сила? Крышка на винте. То есть в лабораторию, когда приходит такая пробирка, вы просто свинчиваете с крышкой и берете материал. Без всякого аэрозольного эффекта. А игла настолько качественная, человеческая, острая, удобная, что воткнув иглу с задним фильтром в вену животного, можно взять бесконечное число пробирок с одной иглой. Потому что она торчит в вене одного животного. Вы одеваете на иглу сывороточные, СДТА-шные пробирки и берете сыворотку, кровь и так далее с одной иглы, потому что она торчит в животном, и вы больше ее не мучаете. Поэтому вопрос, как вы берете кровь, каким образом вы ее везете, храните, с помощью каких методов вы делаете, как вы прописали программу действий после того, как вам лаборатория сообщила результаты, только это приносит вам результаты в борьбе с вирусом лейкоза или другими заболеваниями. Но лейкоз в данном случае у нас с вами герой дня. Поэтому борьба с вирусом лейкоза и организация ветеринарной службы для того, чтобы эпизоотией заниматься в принципе на территории хозяйства, это процесс организации всей работы. Поэтому, безусловно, кровь надо брать ни у взрослого животного, ни иглой бобровой. Я надеюсь, уже, может быть, даже многие не помнят, что это такое. Или помнят? Помнят. До сих пор? Ну, я бы хотел поставить фильм, но просто я надеялся, вампиров здесь нет, которые любят льющуюся струей кровь. И ветрач говорит, ну вот теперь мы у этого животного узнаем, что в нем было, разбрызгивая с этой иглой бобровой кровь по кормушке. А дальше, как они заразились? Как они дальше потом все заразились, да? Вот, поэтому игла боброва, это в этом смысле, ну, ребята, ну, конечно, это был момент, когда по-другому-то как? Но это ушло. Соответственно, сегодня эта ситуация совершенно иная. Поэтому, безусловно, взятие крови с закрытыми системами человеческого диаметра иглы из хвостовой вены означает, что животное даже не почувствовало. Его не надо фиксировать. Оно не получает стресса. Оно не теряет в надоях. Оно, в принципе, спокойно воспринимает работу и не получает агрессивное состояние, которое он показал в первом фильме, который был в начале материала, когда животные настолько стрессуют, что там ни молока, ни телят, потому что ветеринары пришли, и их жизнь кончилась на неделю от этих людей. Ну, нельзя же так воспитывать в животных ненависть к профессии. Мы просто как бы стараемся это сделать. Нельзя этого делать. Соответственно, наша с вами задача, безусловно, правильно построить на базе того, что я сказал, программу оздоровления. Вот три примера, которые мы делали. Это хозяйство Московской Тверской областей. Первое исследование с помощью ПЦРа на 15-дневном возрасте. Потом, соответственно, мы говорим о том, что мы исследовали реакцию иммунодиффузии. И перед взятием крови на реакцию иммунодиффузии на шестой месяц мы тоже проверили ПЦР. То есть, грубо говоря, первый ПЦР мы разделили телят с момента рождения. Перед реакцией иммунодиффузии, в шестой месяц, перед инструкцией, мы перепроверили ПЦРом то, что мы могли не поймать чувствительность вот эти три месяца спящего вируса. И только после этого тех, кого ПЦР не увидел, мы отдаем реакцию иммунодиффузии для того, чтобы получить подтверждение, мы ошиблись или нет. Как правило, с помощью более чувствительного метода ПЦР двойной гребенки мы получаем стопроцентный отрицательный результат на шестой месяце, что позволяет нам вздохнуть на какое-то время и получить эффект уже более чистых животных. И в этом смысле мы уже с вами продвинулись в оздоровлении хозяйства. Соответственно, наша задача именно правильно построить. Вот, соответственно, 7% то, что мы в хозяйстве видели, мы проводили, и 9 месяцев хватило при 7% выявленных животных на оздоровление хозяйства. Это практические данные. То есть это данные статистические, которые делали и мы, и профессор Гранд Токачевич Симонян в своих хозяйствах. То есть в этом смысле это документально сделанные контрактные работы, которые я вам показываю. Соответственно, опять-таки, кантри, это тоже 6 дворов, так сказать, из 5 дворов из 6 за 9 месяцев мы делали при 20%, потому что все было использовано, как я вам сказал, комплексно. Комплексно. И, безусловно, вот 50%, которые мы фактически начали исследовать уже в жестком режиме, более четкой гребенкой, понимая, что эта работа более сложная. В результате вот такой график возник. Вот такой график. Это в годах. То есть фактически самый тяжелый случай – это все равно 3 года. Но это внутри себя с сохранением поголовья, получая здоровых телят от больных, зараженных вирусом коров. Привязное содержание. То есть это ужасные тяжелые условия, позволяющие, тем не менее, нам говорить о том, что оздоровление возможно в условиях даже одного двора. Если дворов 2 или 3, то, я вас уверяю, вообще процесс облегчается. Вы очищаете и дефинцируете двор. У вас один двор 100% подтвержденных чистых, один двор 100% подтвержденных инфицированных, и один переходный двор, откуда вы очень жестоко отселяете животных в одну и другую сторону, исключительно по каким-то таким показателям, которые вы внутри программы для себя поставили. Поэтому вопрос использования комплексных методов к методам, утвержденным в инструкциях, безусловно, позволяет построить ускоренное выявление животных двумя гребенками, отсекая ситуацию. Мы не имеем права игнорировать реакцию иммунодиффузии. Мы не имеем права нарушать инструкции, которые утверждены Минсихозом России. Как бы нам ни казалось, что в этих инструкциях что-то не то написано, это инструкции, которые мы обязаны использовать как наш закон. Однако никто не сопротивляется тому, что вы можете в рамках собственных производственных интересов добавлять методы до того, как вы для ветеринарной службы сдаете материал на проведение обязательных исследований, поскольку вы даете тех животных, которых вы приготовили к этой группе исследований. Поэтому корректное использование групп методов позволяет ускорить и интенсифицировать оздоровление от вируса лейкоза, безусловно, и в то же время наша задача не делать такие затраты, если нет абсолютно четкой логики действий, позволяющей нам с вами получить результат, контролируя его буквально каждую итерацию. Вот если у вас нету, выполнил, перевел животных, проверил материал. То есть, вот понимаете, каждый день специалисты должны подтверждать, что программа оздоровления от вируса лейкоза выполняется, контролируется, переводится и прочие-прочие вещи. Это чисто человеческая дни деньги, это ответственность людей за поставленную перед ними задачу не допустить перезаражения животных между собой в производственном процессе. Поэтому в данном случае у меня вот здесь пока все.